Доброго времени суток всем! Дорогие друзья, с вами Адекват сегодня. Прямой репортаж, что можно сказать, с Баттл Холла. Первая игра уже на ваших экранах. Сейчас будут играть две команды ЛПП против команды Кабан Тима. Они уже на стадии пиков и банов. Сейчас, как я понимаю, вторая стадия пиков уже пошла. Нет, еще первая заканчивается. Так вот, тут система такая будет, значит, зарегистрировалось 6 команд у нас по системе Double Elimination. Так, это у нас нижняя часть сетки сейчас стартует. Собственно, параллельно там другие игры тоже идут, но мы с вами какие-то выборочные будем смотреть. Собственно, ну вот как-то так. Собственно, общаемся мы с вами в чате канала InGameTV, InGameTV.net, портал. Заходите туда, собственно, подписывайтесь на паблики, они у вас были вот на основной, скажем так, картинке, когда там было, там написаны были паблики, собственно, Моингейма, Баттл Холла. Кто не знает, Баттл Холл это один из самых крупных клубов в Казани, собственно, один из самых шикарных, наверное, я бы сказал, просто шикарными компьютерами. Каждое воскресенье здесь проходят какие-то миксы, но он про, вот тоже иногда бывает раз в месяц, поэтому приходите, участвуйте. Вот, посмотрите примерно сейчас, какой скилл у команд, как они играют. Также параллельно вы сможете, наверное, слышать какие-то фоновые звуки, какие-то крики, собственно, команды буквально недалеко от меня сидят. Ну, ну, не знаю, расстояние 5 метров, наверное, вот команда одна из них сейчас вот рядом со мной, поэтому я их даже примерно вижу. Так что на посторонние звуки там внимания не обращайте, будем сосредоточиться на игре. Так, давайте посмотрим, что у нас по пикам. Итак, команда Кабан Тим против команды ЛПП. Кабан Тим у нас за Дайра, за Рейтинг, соответственно, ЛПП. Что они там напикали себе? Итак, Купер, капитан команды ЛПП. Взял себе Варлока, Тайтхантера и Вивера, забанил БХ Виспа и Нюкса. Кабан, он же Буар, капитан команды своей. Ну, собственно, так команда и называется Кабан Тим. Ну, взял дефолтную связку такой Котла плюс Фантом Лансера. Ну и также Дарк Сирси в пик взял. Собственно, в банах, в банах Магнотауэр, Вертолет и Найкс. Найкс. Пошла вторая стадия банов, минус ЕС. Так, что у нас там по лайнам примерно получается? Есть у нас Вивер, это все-таки в хардлайн, я так думаю. Тайтхантер в качестве суппорта, Варлок может быть в мид, может быть тоже в качестве суппорта. Куда-то на Изилайн, наверное, не хватает у них. Получается одного суппорта еще в мидлайнера. Хотя Варлок тоже в мидлайн может пойти. Ну, тут разные расстановки могут быть. Посмотрим, что там пишет, там, капитана команды Купер. Так, что же у команды Дайр, что у них тут есть? Ну, Котел и Фантом Лансер, понятное дело, пойдут вместе. Пойдут ли Дабло или Трипло, потом посмотрим. Дарк Сирси в сложную, тут тоже понятно, тоже не хватает у них мид-героя. Ну и какого-то суппорта, наверное. Так, ну вот, кто сейчас сидит в чате канала NGAME TV, я вот, к сожалению, только там могу сейчас чекать, что как у нас со стримом идет. Вы отпишитесь, пожалуйста, как меня слышно, хорошо или нет, насколько сильно слышны фоновые звуки. Вот, кто-нибудь, пожалуйста, сейчас отпишите в чате. Ну, или в крайнем случае мне в личку ВКонтакте. Вот так вот. Флэшбэк тут заезжает, приветьте, кстати, отдельный. Зря не пришел. Поклонник команды Кабан Дим, особенно его одного из игроков Кибера. Говорят, все норм. Ну, все норм, здорово. Я водичку себе тоже приобрел, так что нормально здесь будет сидеть. Так, тем временем у нас минус Луна и минус Бутрайдер. Последний бан остался от команды Кабан Тим, минус Вен. За 50-е. Так, ну и вторая стадия пиков пошла. Ну что, нужны мидеры. Особо таких, как мидеры, только, по-моему, Бутрайдер запанили. В пуле еще есть такие персонажи, как Ланая. Что-то еще паки есть всякие. Не знаю, что сейчас выберет Купер. Но пока пик команды Кабан Тим не больше и панирует. На самом деле связка Котел плюс ПЛ в пабе не убивается. Насколько вот в нон-про она будет убиваться, пока непонятно. Ну, плюс еще Тарксир очень, конечно, тяжко будет стоять против таких ребят. Задумался, капитан команды. Ну, на самом деле, да, есть над чем подумать. Убивать Фантом-лантера как-то надо. Понятное дело, не вивер. Вот пака себе забирает. Скорее всего, этот персонаж в мид пойдет. Тогда что получается? Тогда не хватает этому суппорту, да? Ну, если вивер сложный, пак в мид, Тайт Хантер плюс Варлок плюс еще кого-то. Кого, интересно? На самом деле, такой достаточно нетипичный пик, на самом деле. Тут очень шикарная АОЕ, на самом деле. Тут три героя обладают просто шикарнейшим АОЕ-прокастом. Варлок, Тайт и Пак. Не знаю, как это будет работать в замесах, но и как они будут это реализовывать. Профита забирает себе кабан, и вот оно что. То есть, Фантом с котлом будет стоять у нас даблой внизу, а лесной на Трус Профит, Дарксир в сложную. Либо наоборот, в лес пойдет Дарксир, на Трус Профит в сложную. Ну и в мид кого-то надо. Вообще, есть варианты, где и на Трус Профит тоже пойдет у нас в мид. Не знаю, пока непонятно. Составы команды примерно видите у себя на экранах. Вот товарищей сверху я, к сожалению, не знаю. Знаю только вот ребят снизу. Кибер сразу забирает Штоп Спирита себе в мид. Вот теперь все становится понятно в пике у команды Кабан Тим. И Драгон Кнайт забирает себе последним пиком Купер. Ну, ребята, разбирайте себе героев. Пока, ребят, небольшую рекламку я вам поставлю. И сразу же будем включаться в самую игру. В связи с тем, что в последнее время Киберспорт начал развиваться не только в мире, но и в России, мы решили открыть крупнейшую по ВОЖ платформу для объединения любителей и профессионалов киберспортивных дисциплин. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ак, ну елки, да, извините, пожалуйста, что-то микрофон я отключил. Так, небольшая рекламка, мы с вами посмотрели и начинаем прорваться уже непосредственно в игру. Видим уже расстановочку вардов. Сходи к нам в игру. Я уже в игре. Нашей? Нет, не вашей. Кабанов смотрю, да? Нашей. Потом на следующую. Так, тут команда уже подходит, отвлекает немного. Ну, собственно, да, ПЛ с котлом, как вы уже видели, на нижнем лайне. Даблой стоит против вивера на сложной. На миде Штормспирит против пака. И на сложном лайне для Дарксира. Собственно, против Триплы он будет стоять, если ему... Ну, не знаю, будет тяжко. Будет очень тяжко, Тетхантер вот уже стоит, его пытается как-то вытащить. Поставил хороший вард здесь Дарксир. Собственно, не будет пулов, поэтому крипы в очень скором времени к нему подойдут. Ну, на миде. Кипер против, собственно, Купера. Капитан команды Купера. Ну, и Кипер не капитан. Так, поставлю вот такую штуку. Нет, не убийца. Она нам добит. Ну, видимо, уже первые рассказы какие-то друг друга оценивают. Ребята каесят, пытаются по максимуму. Ну, вот, пока у Штормспирита чуть лучше получается. 9-1 у него стат, 3-1 у пака. Ну, и будем смотреть на фармящих ПЛ, собственно, и ДК. Пока в их противостоянии получше стоит товарищ Автоматик. У него стат 8 на 4. У ДК, УДК... У ДК чуть похуже, пока 7-1. Ну, такое на первых левелах не особо важно. Ну, здесь пока более-менее спокойно. Все-таки есть у меня предчувствие о том, что ФБ будет сделан именно на топ-лайне. Я не знаю, загуляет ли Кабан. На самом деле, есть чем цеплять его. Здесь есть Тайтхантер, есть, в принципе, Стан ДК. Возможно, Шадоу Ворд будет повешен тоже. И тогда забирать можно. Ну, вот, отходит куда-то у нас здесь Дарксир. Видимо, руну чекать или что. Да, или Барт поставить. Но все-таки удается. Находят они все равно иллюзию, будете брать. Про чеку для Кибера, скорее всего. Ну, да, у Кибера есть уже банка. Принес он ее себе через Куру. Ну, все более-менее хорошо. Четвертый левел он уже Апл. Пак, собственно, тоже четвертый. Но, по-моему, немножко сильно получше Кибер. 300 монет. Скоро будет сапог. Более-менее нормально. Ну, ПЛ фармит. 16 на 5. Я не знаю. Вот команде ЛПП надо будет как-то гангать, что ли. Причем очень на ранней стадии. Пару раз забирать надо будет этого ПЛ. Ибо потом я не вижу вообще никаких возможностей для команды ЛПП, чтобы они забрали потом этого ПЛ. Даже раскачанная ДК, я думаю, против раскачанного ПЛ не стоит. Не знаю. Ну, и здесь неплохо Дарксир, кстати. Тоже гоняет своих оппонентов. Собственно, раскидывается он здесь Айроншеллами. Даже ДК тяжко. Да, вот его подхиливаешь Адов Вордом. Здесь отхиливается. Здесь у него сапог. 388 денег. Видимо, что через Пулинг Бэй качается. Вот такое. Так, у Дарксира здесь тоже сапог уже есть. Четвертого левела. Все пока у него хорошо. Особо никаких проблем у него нет на этой трипле. Его не гоняют. Он спокойно возле крипов. Накидывает Айроншеллами. Фармит возможности. Здесь 4-0 у него. Тут что у Вивера. Ну, видим мы, что Вивер приобрел себе счеток бомжа. Собственно, у него 6-0. Ну, примерно одинаково они стоят. Третьего левела. Тоже более-менее нормально. Поехал Фармит. Фармит не через Мидас, как мы видим. Собрал он себе уже Трактил Буцы. Ну, более-менее все нормально. Ну, видим, наверное, будут фаст диффузы все-таки. И уже потом порабощение полное. Так, Киберсия что-то принес. Да, есть вот уже сапог. Хороший-хороший тайминг. То есть на 4-й минуте иметь уже сапог и боттл. Отлично. Ад урон он уже себе забрал. Сейчас 4-й минуту можно забрать вторую. Напрягает он здесь пак, и пак тоже себе приобрел. Мэджик Бонд имеется боттл и 370 монет пока в кармане. Да, Виверу здесь плотно достается от этих копий. Причем эти копии летают просто по КД, ибо постоянно закидывает ману здесь котел. И невероятный хвостобус этого ПЛ. Как с ним потом бороться, вообще непонятно. Ну и пока все спокойно. Видимо, что топовый кейсер до 100-карти пока, как и должно было быть, это ПЛ. Потом идет на миде Шторм Спирит. Потом 18 на 0, кстати, не забываем про товарища из Кенчика, который у нас в лесной пока пацан. Но при первой же возможности он будет прилетать на любой лайн и гангать, собственно. За этим мы будем, главное, тоже не пропустить. В принципе, на Вивер это уже можно было, наверное, залетать, там, скажем, приобрести какой-то один центри вард, залететь сзади, поставить одни тренды и все, в принципе. Вивера можно убивать. Ну, видим, у ПВП здесь автоматика против Гангса. Обменялись любезностями, разбежались в разные стороны. Неплохо. Так, пак откидывает здесь Иллюзори арбом. Пытается, пытается мешать фармить Киберу. Опа. Есть привязочка, пошел, пошел настакивать. Есть Сайленс, под крипами стоит Кибер, надо уходить куда-то. Ай-яй-яй. Под ультимейтом стоял, Кибер через ультимейт тоже пытается уйти. Обрата возвращается, боже, что происходит? Купер, Купер, каким чудом... А, у него Инвиз был. Инвиз был после, поэтому выживает пак на миде. Чуть было не было ФБ. Ладно, хоть какой-то экшен есть. Неплохо, неплохо на самом деле. Счет по-прежнему у нас 0-0. Шестая минута уже заканчивается. ПЛ 32 на 16 по ККС. Шторм спирит 32 на 4. У ДК. ДК, ДК, ДК 24 на 2. Ну вот, похуже у него пока с КС, чем у ПЛ. И на самом деле это большая проблема у ЛПП. Если они сейчас не будут, не начнут перемещаться вот эти товарищи, как Тайтхантер и Варлок, то потом у них большие проблемы с этим ПЛ будет. Так, Кибер решил подойти на базу, видимо, подхиляться. А, ну да, Рону Регена нашел здесь Купер. С Лаймом, конечно же, никуда не уйдет. Принесла ему Кура сапог. Ну и продолжает он стоять на лане. Причем проигрывает он Шторм Спирит у Лайн, ну достаточно плотно так, 20 на 3 у него, у Шторм Спирит 32 на 4. Вы понимаете, там 12 крипов, а на шестой минуте это довольно-таки много. А тем временем Дарксир уже поднял левел 6, купил себе Собер Маску. Ну, по всей видимости, это будет какой-то Сол Ринг, наверное. Вообще никаких проблем не составил он стоять против Триплы. Ни разу ее, по-моему, не отгоняли, ничего, даже хилку не потратил. Что немножко странно. Так, и есть ТП. Есть ТП, и, по-моему, сейчас будет какой-то экшен. Смотрим, и что будет делать Шторм Спирит. Приходит он уже с ПТ-шкой сюда на топ-лайн. Полетел, полетел, цепляет Варлока. Варлок здесь лоу ХП, начинает его нарезать. Минус Варлок, очень быстро, это ферст бат. Тут же полетает ТС-Профит, надо закрывать ДК, ДК закрывает, начинает его бить. Тайдхантер пытается чем-то помочь, Шторм Спирит ведет дальше, еще один удар. Нет, пускают здесь ДК, на самом деле. Тут же мгновенное ТП обратно. Приходит сюда ПАК, будет попробовать загонять как-то Кибера, получится ли у него или нет. Пару тычек у Кибера. У Кибера не так уж много маны промахивает. Или Зори Арбом, здесь Клупер, и это минус. Это минус фраг. Ну, я не знаю, как так получилось, как можно промазать Или Зори Арбом, но не удалось там бетчить. Ну и пока 1-0 в пользу Кабан Тим. Начало есть. Восьмая минута у нас. Так, ПЛ здесь против Вивера стоит. ПЛ 48 на 20, уже 2000 денег в кармане не имеет. Что у Вивера? У Вивера. Где же он тут у нас по КС? А, 10 на 0, у него всего КС. Видимо, раскачивается через Паучков Бесформ и Инвиз. Собственно, нет пассивки. Купил он себе Brave Band. Так, ну и Шторм Спирит. Очередной раз находит руну. Обузит его здесь котел маны. И что, будет попытка ворваться на ПАКа? В принципе, ПАК здесь фулл ХП и фул ЛМП. Нет никакого смысла. Можно пробовать еще раз на топ-лайн по поводу. Причем, за счет этого фрага на топ-лайне. ХПУ хорошо получил и Тарксир, и Шторм Спирит. Здесь вот 8-го левела Тарксира. Причем, смотрим мы на Триплу и видим, что ДК 5-го. Варлок вообще 4-го. Это от Хантер, который стоит в лесу, тоже 4-го. Да, можно уже, наверное, на вот этой 9-й минуте конспортировать факт о том, что все лайны проиграли команду ЛПП. Как они будут вытаскивать в гейм? Непонятно. Влетает Шторм Спирит у нас на нижний лайк. Тут же вгрызается Вивер, притягивает. Это минус. Потом ластер забирает себе этот фраг. Уже второй фраг в пользу команды Кабан Тим. Ну и более-менее. Хороший экшен у нас показывает. Вот товарищ Кибер просто вот как ушел с мидлайна, отправился первого на топгангл, забрал фраг. В нижней части тоже помог сделать ПЛ фраг. Ну, перемещение просто на 5+. Хорошая игра. А, ну и Котел еще пришел сюда на топ-лайн. Мешает, активно мешает Эдхантеру пулить здесь. Кончился обсервер в арт, поэтому вот только таким способом как-то помешать. Можно его загубать постоянно. Иллюминейтом. Ну и так, все, кто тоже подтягивает. Снакида, наверное, шел на крипа чужого. Ну и добивает. Пока все четко делает команда Кабантин. Купил он себе, кстати, уже Соло Ринг. И смотрите, уже в стэше имеются у него заявочки такие на Миккан. Бак прилетел на нижнюю лайн, поставил ультимейт. Такого? На Фантом Лантера. Ну, тут просто через инвиз он ушел. Не было ни просветок, никаких-то сэнтри вардов. Я не знаю, как они собирались его убивать. 2 600 уже. 2 600 и КС 60 на 27 на 10-й минуте. Вы понимаете, 6 крипов в секунду. Довольно-таки неплохой результат. Котел со Штормсперлендом уже на мидлайне. Пытаются забрать Тавер. Кибер. А, видимо, в стэше у него имеется квотраставка. Просто Робби в маге, понимаемый, что, скорее всего, это будет попытка собрать Майл Вайленс. Он же... Он же Сайленс. Ну, такими темпами он довольно-таки быстро его соберет. На самом деле. Так, ну и Тед Хантер. Попытка зайти в спину. За спину Кабану есть. Есть Гаш. Начинает резать. Смотрите, на развороте Кабану на себя Айншел повесил просто. И давай на развороте драться. Чуть прилетает ульта Фуриона. А вообще абсолютно без КП остались суппорты команды ЛПП. Ну и надо отходить, наверное. ДК приобрел себе Павертрест 6-го левела. Так, здесь... А здесь Пака нашли. А здесь Пака нашли. Опа, на топы идут на ходе двух этих суппортов. Цепляют ДК, минус Варлок моментально. ДК тоже, скорее всего, отъедет. Это 2 в 0. Шторм Спирит забирается даблкил. 4 в 0 общий стат. Ну да, пока в салат. Привет, Лектор. Что-то почти никого нету. Вот ты первый. Пиши что-нибудь. На самом деле, да, читаю я, ребят. Еще раз напоминаю, чат на ingame.tv.net. Собственно, заходите туда. Микрофон кратфонит что-то или ерзает. Возможно, фон мешает очень сильно. На самом деле, здесь много-много различных звуков рядом практически. Но меня должно быть слышно хорошо. Сейчас проверю я еще раз. Да, вроде бы все нормально. Так, Пак залетает. Видимо, в котлате временем на топ-лайне. Ставит ультимейт, пытается забрать. На сюрже пытался котел как-то уйти. Он тут же забирает. Это первый фарк для команды ЛПП. Тут хорошая стяжка. Прилетел сюда на трест-профит. Но убивать ДК они не решили. ДК, на самом деле, хоть и, скажем так, не особо высокого левела, но довольно-таки плотный персонаж. 11 брони уже имеет. 5, собственно, и плюс 6 от пассивочки. 6-го левела. Видимо, что прям придется себе брать с РПП-маги. Будут это у нас Энджеранс, Драма Фэнджеранс. Ну, а тем временем, Кибер. Шторм Спирити, собственно, на мидлайне. Оформил уже первый тавер для своей команды, собственно. Ну, и как и в этой игре. Есть у него уже Обливион Став в стэше. Причем не приносит он себе сразу эти артефакты. А, видимо, решил весь ворчит собрать в стэше и потом только принести. Ну, и РПП-маги мы тоже видим в стэше. 4-1. 13-ая минута у нас подходит к концу. Ну, и очередной ганг. Так понимаю, опять-таки через руну Инвиза. Пошел Шторм Спирит. Вивер об этом не подозревает. Никаких вардов не было. Приходит сюда ПЛ. Тут же копье суют. И ждет Кибер, как только вылезет из Инвиза Вивера. Сейчас тоже полетит на него. Моментально должен лететь. Не пошел почему-то. Не знаю, почему не пошел. Ну, да. Шикучий здесь на 4-го левела. 6 секунд кулдауна. Наверное, бы не убивал. Или полетел. Смотрите, полетел Шторм Спирит. Тут же хватает его. Залетает копье. И это минус. Кибер у нас уже доминирует. 5 в 1. Ну, да. Правильно, в принципе, все сделал. Подождал, пока подойдет автоматик поближе. Собственно, чтобы доставал на рейндж копья. Ну, и потом только полетел потягивать. Ну, и будет попытка, наверное, забрать, я так понимаю, нижнюю лайн тоже. Прямо довольно-таки быстро. Они должны его забирать через ульминейт. Тем более, что тавер здесь был лоу хп. Там пишут фоновые голоса. Да, так и есть, ребят. Там фоновые голоса. Вот буквально, говорю, в метре от меня тут сидят ребята, тоже играют. Поэтому их голоса вы тоже примерно можете слышать. Так, ну и автоматику заносится у нас второй тавер в этой игре. Печально все. Вот я сейчас хочу показать статистику. И видим мы, что в золоте уже преимущество 8 тысяч. А в опыте тоже 8 тысяч. И это на 14 минуте довольно-таки много. Так, вивер у нас пошел. Непонятно куда. Кидает спор на двоих. Начинает нарезать котла. Тут же вшик кучи. Котел пытается сделать тп-аут. Удастся ли? Да, смотрите. Нет, не уходит он на тп-ауте. Умирает. Умирает котел. Но здесь проблемы сейчас у вивера. Пытается он уйти. Осталось сколько-то. Ну буквально 7 хп осталось. Чудом выжил. Ну и неплохо, в принципе. Фраг заработал. Второй фраг для своей команды зарабатывает товарищ вивер. Ну и счет 5-2. Так. Ой-ой-ой. Какой царь. Профит залетает на чужую базу. Просто находит этого вивера. И уничтожает его, наверное, просто одним ударом. Даже не используя ультимейт. Великолепный. Не знаю, слышали ли вы этот голос сейчас. Но это просто было домой. Медаси, кстати, приобрел. Фурион. Приобретает еще шадоу-амулет. Будет у него лотар. Ну просто потрясающее чудо тайминга показывает. Тем временем Шторм Спирит на топ-лайне. Заберет очередной фраг. На этот раз отъехал Тайт Хантер. Уже мега килл. Ну и Фантом Лансер снизу забирает Варлока. Плюс тычка с ДК. Есть Копье. Пытается уйти за Т2 до лавора. Автоматик пытается спрятаться. Есть, в принципе, маны. Есть диффузы уже. Тысяча монет сверху. Так, ну здесь его зажимать будет. Здесь Вивер также уже притошел. Пару тычек дать. В инвиз уходит здесь автоматика. Пак тоже здесь. Нужно просто как-то, не знаю, на шару кинуть куда-то ультимейт. И можно забрать 1-2 хп. Вот, вот это видит его Вивер здесь. Пак не сможет никак достать. Нет у него даггера. Пытается нарезать сзади. Тут у Транкфилы уже похилился автоматик. Ну и четким разводом уходит просто. Да, отлично. Иллюзи в одну сторону, сам инвиз в другую. И ушел. Счет 8-2. Так, ну и видим, что Распирит на топ-лайне уже залетел на топ. Подтягивается Тайтхантер. Варлок тоже рядом. Хорошая стяжка под Ареншелом. Кидается ультимейт Варлока. Ни по кому не попадает. Здесь прилетает на Тест Профит минус Тайтхантер. Нарезает еще Варлока. Варлок также минус. Минус второй фраг. Пак тоже здесь. Голем бьет неприятно. Шторм отъезжает. Неудержимую версию мы просто оборвали. Пак хорошим ультимейтом отбрывает. Стан здесь Нейчерс Профит. Подходит сюда также ДК. Но здесь никуда Фурион, конечно же, не уйдет. Неплохо. Два в два разменялись. Причем отдали двух суппортов. А забрали одного Соломидера и одного, скажем так, Лестника. Я так думаю, что размен все-таки в пользу команды ЛПП сейчас был. Ну, немножко загуляли, да, на самом деле. Здесь зашли за Т2 Тавер на 16 минут. Это, по-моему, немножко борзо было. Чувствуют они небольшую силу, силу своих руках команды Кабан Тим. Ну, так оно и есть. Золото тут уже более 12 тысяч. В опыте около 10. 16 минута. Такое. Что за приз-то победителям? Ну, ребят, здесь турнир со взносами. То есть, команды скидывались там, по-моему, по полторы штуки, что ли, или по 1200 рублей. В общем, ну, и победитель забирает, как бы, все. Так что, ну, борьба здесь за бабло, на самом деле. Так что, будет на что посмотреть. Особенно, я так думаю, в гранд-финале. Очень-очень потные зарубы. Скажем, в прошлом, буквально там две недели назад, сам ходил, участвовал. Вот, сейчас в качестве стримера. Так что, действительно, кто из Казани, если кто меня слышит, ребят, приходите. Приходите, приходите. Каждое воскресенье тут проходят либо миксы, либо нон-про. Своей командой, в одиночку, как хотите, просто участвуйте. На самом деле, это очень-очень интересно. Так, ну, и здесь Шторм Спирит, видим ДК. Разорвал на миде, при помощи Ultimate Energy's Profit, собственно, которому фраг и достается. Есть уже собранный Орчат Майл Валенс. Есть ПТ-шка на, ну, собственно, понятно, да, на интеллект. С Ватлом, с Нолли Талисманом и Пуша Т2 Тауэр. Плотный Пуш такой по всем лайнам идет. Ну, есть возможность, причем Дарксир вместе с Профитом на топе. Шторм Спирит соло внизу. И здесь ТП. ТП мы видим на топ-лайн. Вивер уже пошел вперед. Здесь также Пак, Тайтхантер тоже рядом. Тайтхантер левел 5, нет ультимейта. Ай-яй-яй, Монолик повесили здесь на Вивера. Без мана он моментально остается. Хотел под сформом, его начинают нарезать. Наверное, скорее всего, убьют. Да, никуда он не ушел. Ну и что, больше никого не зацепят, что ли? Здесь Дарксир. Дарксир с Меккой. А здесь Шторм Спирит, и можно на развороте подраться. Кого-то еще сейчас. Здесь два игрока команды Кабан Тим. Найдут ведь. Да, видит Пака. Тут же Сайленс мгновенно. Кипер начинает нарезать его здесь. ДК. Пытается там. Поставили стенку. Хорошая стяжка. Это минус Пак. Меккой от Хильз. Пытается здесь уйти Шторм Спирит. Без маны, без ХП. Пытается уйти на нем. Фаталбанцы висят, нарезают ДК. И здесь от того, что нарезали здесь Дарксира. Просто умер у нас Шторм Спирит. Делает моментальный байбэк. Сейчас будет опять на топ-лайн прилетать. Дарксир пытается жить. Влетает Шторм Спирит. Сейчас это будет трипл-килл просто. Минус один. Летает, летает. Должен быть минус ДК. Да, минус ДК. Но и остался Варлок. Найти Варлока. Вот он, Варлок. Отличный. Отличный мув байкибер. Просто моментальный байбэк прилетел на топ-лайн. И минус три сделал. Здесь Нейтшес Профит мы видим. СТ-2 Тауэр залетает против Тайтхантера. Кидает ультимейт. Сейчас ультимейт прилетит. На, и ультимейт его разрывает. Минус пять. В исполнении команды Кабан Тим. Счет 16-6. Пушится 2 Тауэр. Здесь уже Пэл, смотрите. Зашел те времена на Т3. Никто ему не мешает здесь фармить. Никто его здесь не может. Убийц, собственно, как-то. Ибо команда занималась на топ-лайне другими союзниками автоматика. Видимо, что Виталити Бустер. Три тысячи денег. Понимаем, что будет Таральского очень-очень скоро. Это пишет Избиение. Ну, очевидно, что класс, конечно, классом выше команды Кабан Тим. Собственно, ну, как бы это не команда. Это такой микс из команды, там, из игроков, скажем так, хорошего уровня. Вот. Причем каждый из игроков в разных командах буквально на прошлых чипах участвовал. Так что такое. Просто собрались здесь вместе. За деньгами пришли ребята. Посмотрим, дастся или нет. Так, влетает на пак. А что он вперед? Ну, понятно. А через Орчи здесь пак не сможет ничего заюзать. Ни shift, ни ультимейт поставить, ни сайленс. Так что тут без шансов. Ну, и очередной доминейтика, что распилили. Там один ему уже сорвали. Он набрал себе второй. Есть уже поинт-бустер, тысяча сто монет. Такое. Просто такое. Ну, и автоматически не отпускает нижний лайн. Забрал уже что-то Твитавр. Остались только бараки. Ну, и команда ЛПП разваливается потихоньку. Лектор, нельзя. Это ответ на твой вопрос. Ты меня как опытному трейдеру спросил, я тебе отвечаю. Нельзя. Так, ну, и попробовать, наверное, за пятером уже как-то подраться. Сейчас команда Кабан-Ти. Мы уже снести какой-то лайн. Оформим для себя первую победу в этом турнире, собственно. Ну, нужно врываться кому-то. Первый, наверное, будет влетать все-таки Шторм Спирит. Начинается инициировать замес. Кибер, да, он уже влетел. Куда-то влетел, кого-то забрал уже. Минус Варлок на миде. Здесь заход на нижний лайн. Моментально срезают ДК. Минус ДК. ДК тут же делает байбэк. Тайтхантер. Тайтхантер левел 6. Есть, есть у него уже вот этот вот заветный реведж. Ну, как его заюзть, когда в тебя копье летит и остался без маны. Идет Тайтхантер, но маны-то уже нету. Ставится стенка от Дарксира. Стяжечка. Стяжечка не совсем удачная. Но копий, вроде бы, много наделали. Здесь Варлок кидает ультимейт. Моментально сбривают здесь Варлока. Ну, и пошло избиение. Да, минус пак. ДК тоже, наверное, никуда не уйдет. Вивер пытается уйти. Вивер единственный, кто здесь бегает под шекучу. Наверное, пока минус 3. Ну, и минус бараки. Минус бараки по нижнему лайну. И я так понимаю, что это победа. Довольно-таки легкий, на самом деле, гейм выдался для команды Кабанам. Но... Что-то не пошло просто. Ну, вот он, вот он ревейдж. Он его дал. Главное, он его дал. На самом деле, Тайдхантер был пикнут именно для этого в игру, чтобы дать ревейдж. Он его дал. Миссия выполнена. Игра сыграна. Так, вот я сейчас пока вот пытаюсь посмотреть, что у нас по сетке получается. Получается то, что... Правильно, у нас играют еще две... Две пары команд. Да, и, наверное, мы уже в следующую игру... Будем в лозерах смотреть. Все-таки лозеров, да. Так, ну, тут минус... Минус пак очередной раз. Тайдхантера нет ультимейта. Надо просто уходить. ГГ пишет. Нас Ганс. Ну что, поздравляем. Поздравляем с первой победы команды Кабана. Бэтгейм. Анманер просто пишет автоматик. Ну все, пошли. Отключашки от игры. Ну что, отлично. Так, ребят, сейчас у нас по плану что? Пока параллельно другие команды, как я вижу, играют. Поэтому тут же моментально ворваться мы не сможем на следующую. Поэтому ставлю небольшую паузу, музыку. И как только другая игра будет, я тут же ворвусь. Так что ожидайте. Пишите что-либо в чате. Я тоже буду заглядывать и буду вам что-то отписывать. Продолжение следует. Продолжение следует...